Доброго времени суток Объяснение этих слов заключается в том, что предыдущие две главы Барышит, Нох, они, конечно, очень существенные и интересные, но сколько бы Всевышний не пытался сделать этот мир гармоничным, красивым, организованным, все время приходил человек и все портил, даже после потопа, после полного перезапуска системы, мы вновь своими действиями. Мы ввергаем этот мир в хаос, но приходит Авраам, который идет наводить порядок, на самом деле не идет сам, идет Сара, и на самом деле не просто идут, а Всевышний говорит им, идите, идите и ходите, и отправляют их в землю ханаанскую, чтобы они сделали своими шагами из этой земли ханаанской будущую землю Израиля. И они ходят вдоль и поперек, и каждым шагом приводят новый свет в эту землю, этот свет, который сделает эту землю пригодной для будущего еврейского народа. Об этом и говорит Орахай Макодош, о том, что как земля Израиля, она достойна еврейского народа, так и еврейский, она достойна земли Израиля. И когда мы недостойны этой земли, ни там, ни в земле Израиля, ни в нас, ни среди нас, божественное присутствие не находится. Я понимаю, что эти слова звучат очень странно, вот бородатого раввина из Нью-Йорка, но опять же, любавический рэб, с которым мы начали наш разговор, говорит неоднократно о том, что где бы еврей ни находился, он должен в том месте, где он находится, делать вокруг себя святую землю. И это не важно, вы находитесь в Гонолулу или в Нью-Йорке, в Москве, в Одессе, в Лондоне или в Юганусбурге, а тем более, если вы находитесь святой земли, в земле от нас зависит, или это будет наша земля, мы делаем себя достойными этой земли. И этот путь начал наш праотец Авраам, и может быть с Сарой, но может быть именно тогда, когда мы станем, где бы мы ни находились, тем более в святой земле, достойными этой земли, в этот момент и придет Машех, и закончится тот путь, который начали Авраам с Сарой. Успешного путешествия! До встречи! Успехов! Пока! Продолжение следует...